Сегодняшняя 38-я сессия ЗСК стала последней, или как принято говорить, среди депутатов, крайней в этом сезоне. Время подвести некоторые итоги работы. Один из первых и основных вопросов повестки – исполнение краевого бюджета. В прошлом году в казну поступило больше 200 миллиардов рублей. В основном это налоговые доходы. А вот основная статья расходов из года в год остается традиционной. Выступает с докладом перед депутатами министр финансов. Социальные расходы составили 135 миллиардов. Это традиционные главные статьи бюджета. Именно на эти цели было направлено почти две трети расходов краевого бюджета. На социальные цели был обеспечен рост на 12,4%. Эту тенденцию Вениамин Кондратьев предлагает сохранить не только в нынешнем году, но и в двух последующих. И выступает с инициативой внести поправки в закон о бюджете и увеличить расходы на социальный блок. Такая возможность появилась за счет поддержки федеральных властей. В первую очередь выделенные деньги пойдут на сферу здравоохранения. В непростых экономических условиях многие кубанцы экономят не только на еде, но и на лекарствах. И для них бесплатные медикаменты и льготы, а также соцподдержка – это вопрос жизни. Оптимизировать бюджет нужно. И мы это будем делать. Но не за счет социалки. Главным в бюджетной политике края был и остается человек и его благополучие. Для этого все мы с вами работаем. Я убежден, что важнейшая задача краевой власти сегодня – обеспечить социальными гарантиями самую уязвимую часть населения края и помочь занятым в реальном секторе экономики пережить с минимальными потерями вот этот надвигающийся кризис. Поддерживать Кондратьев предлагает и Аграриев. Согласно поправкам в бюджете, господдержку в этом году увеличат больше, чем на миллиард рублей. Деньги пойдут на субсидии фермерам и сельхозпроизводителям. Для этого регион даже отказался от нескольких капитальных проектов по строительству коммунальной инфраструктуры в Олимпийском парке. Только так станет возможным поддержать Аграриев. Они ничего лишнего не просят. Они говорят, ребята, создайте нам быт. Поэтому альтернатива, кроме каких поддерживать, любыми способами у нас нет. Мы все равно обязаны находить эти деньги. Для того, чтобы у них была маленькая тепличка, один говорит. А вот если у него будет тепличка, то явно он может быть, как ни странно, кажется, уйти от этого сегодняшнего собственника, который находится где-нибудь там в Сибири или на Урале или в Москве, и реально зарабатывать больше на своей тепличке. В чем разница нашего местного производителя, корректно, от неместного? В том, что неместный производитель с поля собирает деньги, а местный производитель с поля собирает урожай. Эти предложения парламентарии поддержали единогласно. Впрочем, подводили итоги и определяли планы не только по части доходов и расходов краевой казны. Работа в этом сезоне была проделана немалая. Делятся депутаты и вспоминают о самых значимых направлениях. Много решений и инициатив были рождены именно в свете обращений граждан. Это, конечно, работа с ветхим аварийным жильем. Это работа и по капитальному ремонту. Как мы знаем, там большая программа принята уже на уровне и Государственной думы, и у нас в крае она осуществляется. Вопросы по развитию малого бизнеса. Особо мне понравился закон по страхованию. Все нацелено на то, чтобы все-таки, несмотря на все трудности в экономике, людям жилось легче. Я один из молодых депутатов. И как представитель молодого поколения выражу те мысли, что лично для меня главное – это поднимался вопрос детских садов, поднимался вопрос перезагруженности школ. Но депутатские каникулы сегодня звучат больше как формальность. Этот отпуск у кубанских законотворцев вовсе не означает отдых. Впереди не только выборы губернатора края, но еще 38 представительных органов из 16 глав муниципалитетов. Прошу вас, когда в отпуске будете, эти дни спланируйте таким образом, чтобы вы были в зоне досягаемости и в любой момент могли приехать в законодательное собрание и принять участие в работе сессии. Не надо избирать друзей. Надо избирать тех, кто на самом деле хочет сделать наш край лучше. Свой район, хутор, село. Я очень верю, что мы сможем достойно провести выборы всех уровней, которые будут, исходя из одной общей задачи и понимания, что благо народа для нас самая основная цель. И другой у нас нет и быть не может. Заседания парламентариев распланированы на ближайший месяц, а следующая сессия заиска намечена уже на август. Мария Крошина, Денис Перец и Денис Маскаленко, Кубань-24, Краснодар.